В работе сферы жилищно-коммунального хозяйства планируются важные изменения. В нынешнем году повысятся требования к лицензированию управляющих компаний. Об этом шла речь на состоявшемся в администрации семинаре «Школа грамотного потребителя», на который собрали руководителей УК и ресурсоснабжающих организаций. Семинар проводился в рамках федерального партийного проекта «Единой России». Проект нацелен на жилищное просвещение, изменение законодательства, норм законодательства жилищного права. Сейчас мы говорили сегодня об оценке квалификации сотрудников сферы жилищно-коммунального хозяйства, которые они должны в ближайшем будущем проходить. Согласно федеральному закону от 3 июля 2016 года о независимой оценке квалификации, уровень подготовки работников управляющей компании должен быть подтвержден в ходе профессионального экзамена по соответствующим направлениям. Прежде всего это касается тех квалификаций, которые отвечают за безопасное проживание граждан. Проходят профессиональные экзамены с двух частей. Первая часть – это теоретическая, вторая часть – практическая. На выходе они получают свидетельство с индивидуальным QR-кодом, который будет находиться в Росреестре всех сотрудников жилищно-коммунальной сферы. В семинаре также принял участие заместитель руководителя филиала «Подмосковный» регионального оператора по вывозу твердых коммунальных отходов ООО «Хартия» Андрей Пащенко. Он рассказал, что в городском округе Щелково в 2020-м в сравнении с предыдущим годом увеличился вывоз отходов с 941 тысячи кубометров до 1,223 тысяч. Также удалось существенно снизить количество жалоб жителей на сбои в работе предприятия.